Дольщики северной компании в Якутске боятся остаться без денег и квартир. Речь идет об участниках строительства второй очереди многоквартирного дома по улице Клондрашвили 42. Первая очередь находится на завершающей стадии, поэтому Минстрой Республики принял решение о достройке этого объекта за счет дополнительных средств дольщиков и бюджетных денег. Однако другой дом остановился на трех этажах. Репортаж Саргыланы Захаровой. Стройку на улице Клондрашвили вполне можно назвать долгостроем. Прошло уже шесть лет с начала строительства и два года, как в него должны были заселиться люди. Но более или менее достроенным выглядит только один из двух обещанных домов. Первая очередь, которую должны были сдать в позапрошлом году, так и стоит замороженная по сей день. А о втором доме говорить не приходится. Выше трех этажей стройка не продвинулась и вряд ли в ближайшее время на ней продолжатся работы. Застройщик северная строительная компания банкрот. Все имущество в таком случае уходит с молотка. При этом больше всех страдают обычные люди, участники долевого строительства, которые доверили немалые суммы застройщику. Максим Слепцов оказался в числе обманутых дольщиков. За несуществующую квартиру он заплатил 2,5 миллиона рублей. В месяц я оплачиваю по 20 тысяч рублей в месяц. Ни за что. За этот объект. Мне еще платить лет 7. Три года я и так платил ни за что. Сейчас мне еще лет 7 предстоит тоже ни за что платить. В таком же положении оказалась и Анастасия Костоусова. Молодая семья планировала наконец съехать с родительской квартиры в собственное жилье. Однако так новоселье и не дождалось. Мы вступили в этот дом только из-за того, что здесь большая часть квартир была выкуплена мэрией. Для переселения понадеялись на то, что 100% этот дом будет достроен. Но мэрия потом разорвала контракт с договором с ООССК, северной строительной компанией. И все, и наш дом до сих пор стоит. Ситуацию не спасла даже страховка, которая якобы гарантировала полную сохранность вкладов и возврат средств в случае фиаско строительства. Однако страховая компания на сегодня, так же как и застройщик, банкрот. Денег на компенсации нет. И в итоге люди остались не только без обещанных квартир, но и с многомиллионными долгами перед банками. Теперь больше всего они боятся того, что стройку так никто и не завершит, а деньги дольщиков просто уйдут в никуда. Но Минстроя и Республики уверяют, что без помощи участников строительства не оставят. В целях завершения строительства объекта девятиэтажный жилой дом с нежилыми помещениями в 69-м квартале города Якутска первая очередь. Застройщик – Северная строительная компания. В рамках процедуры банкротства на основании определения арбитражного суда Республики Саха-Якутия объект будет передан конкурсным управляющим в жилищно-строительный кооператив, созданный участниками долевого строительства. После чего ЖСК вправе привлечь нового застройщика для завершения строительства объекта. Финансирование завершения строительства объекта планируется за счет дополнительных средств дольщиков, а также средств субсидий государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Отметим, пока речь идет только о первой очереди, которая находится уже на завершающей стадии. Что будет со вторым домом, пока неизвестно.